Приветствую вас и понимаю, что вы чувствуете, понимаю, что вы действительно очень сильно переживаете, вы беспокоитесь по поводу того, что у вас на чехоле получается решили. И я бы предложил вам посмотреть так. Почему вы хотите сохранить с ним отношения? Потому что любите его, понятно, любите его, а тот ли он человек, которого вы любите? Вот по вашему описанию получается так, что позвал он вас жить к себе, там, где удобно ему. Задал он позицию такую, какую удобно ему. Во всем он потакает свои маны, так, как удобно ему. Не вещает вас, не вещает вас, как пару, и во всем слушает свою ману. Получается, этот мужчина, ну, как-то не очень довольняет себя, раз позволяет маме обещать вас, ни во что не ставить и прочее. Когда этот мужчина, этот мужчина не очень-то заботится об отделении, об отдельном проживании. Не заботится он об остановленности. Почему? Потому что ему так удобно. Ему так удобно, а вам нет. Вся ситуация, которую вы описали, эта ситуация вся выгодна мужчине. Мужине выгодно, а не вам. И спрашивайте, спрашивайте, вы еще этого человека любите? Если да, то что он представляет себя для вас? А может быть, вы просто не хотите терять в пустую три года, которые привели с ним? Не хотите начинать с начала? Не хотите вновь неопределенности в отношениях? Не хотите вновь проходить этапы ближения с мужчин? Но в любом случае, позволять с собой так обращаться нельзя. Ну и на пределе, что вам мужчина это дает? Потому что, видите ли, когда человек любит, когда человек любит, он хочет делать другого счастливым. Хочет быть. А ваш мужчина, он без вас счастлив, ему хорошо. Вы его особенно счастливый не делаете. Он вас тоже не очень стремится сделать счастливым, счастливый. И простите, а в чем любовь-то? А он вас вообще любит, мужчина? И если да, то как это проявляется? Опять-таки, по вашему письму, получается так, что он вас не любит. Он не заботится о вас, он не ухаживает, не решает, не думает о вашем комфорте, богополучии и прочее. В чем проявляется любовь? И если она не проявляется, если она проявляется ни в чем, если она ни в чем не проявляется, да, то а стоит ли с таким человеком быть? И выясним по тому, что он вам что-то дает. Давайте попробуем спросить себя, для чего вам этот человек? Почему он вам? Какие потребности вы с ним осуществляете? Что вы получаете рядом с ним такого, что не связано с личными отношениями? Потому что про них мы уже рассказали. Вот задайте себе этот вопрос и постарайтесь на него ответить. Если поймете, что он вам дает, то сможете сами это получить в обход него. И тогда нужда в нем у вас отпадет. Дальше. Если люди друг друга любят, то они, наверное, все-таки хотят, ну, как-то быть вместе. А ваш мужчина ставит вам условия. Ваш мужчина почему-то считает, что он не должен ни работать для семьи, ни создавать вам комфорт и уют. Ничего он не должен. Но вы почему-то должны лечь с его мамой. Возникает вопрос. А не стремится ли мужчина вас подчинить себе? Не стремится ли мужчина просто сделать из вас удобное средство для осуществления своих желаний? И если да, то зачем вам это все терпеть? Для чего вам это терпеть? Думаю, что для лучшего переживания, расставания, нужно поступить в следующий момент. Его поставить четко при факте. Сказать, что либо он применяет к вам, либо вы остаетесь. А вам, вам нужно жить для себя, побольше думать о себе, побольше получать впечатлений, общаться со своими друзьями, уставать, жить полной жизнью. И со временем вы увидите, как новые впечатления вытесняют мысли о молодом человеке. Вы осознаете, что он не стоит ни ваших переживаний, ни ваших страданий, ни, главное, ваших любви. Но не достоин он. Не оценил он этого так, как нужно. И ничего не старался сделать для сохранения любви и отношений. Также в обязательном порядке я рекомендовал бы вам пообщаться с мужчинами. С другими мужчинами, самостоятельными, живущими отдельно, серьезными. Которые нацелены на счастье женщины, а не на свои желания. Тогда вы увидите себя желанными, привлекательными, сексуальными, интересными, востребованными. И вы поймете, что вот оно, настоящее мужское отношение. Вот оно, настоящее мужское внимание. А не то, что давал вам ваш мужчин. И тогда своего мужчину вы будете вспоминать, как страшный сон. И будете радоваться, что от него ушли. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.